Мусорный коллапс – проблема всего Подмосковья. Полигоны закрываются один за другим, а оставшиеся увеличивают тарифы на сбор отходов. С здесь финансовыми трудностями руководство мусоровозящей компании «Экотрансвидное» решило пойти по пути наименьшего сопротивления и организовать свалку прямо у себя на территории. Эта гора копилась на протяжении нескольких лет. По предварительным оценкам, ее объем составляет порядка 50 тысяч кубических метров. Сначала она была перевалочной, для сортировки куча организовывалась, для того, чтобы можно было сортировать мусор и вывозить на разные полигоны. И вроде экономически это было дешевле. Но в итоге она стала такой, какой она сейчас есть. И в итоге это стало проблемой города, запах, экология. Но, кажется, дело сдвинулось с мертвой точки. Свалку, наконец, начали зачищать. Открытый тендер на ликвидацию завала выиграла компания «Арктика». К работам ее сотрудники приступили пару дней назад. Сейчас здесь активно работает техника. По договору, к 1 апреля весь мусор должен быть вывезен. Мы вышли на открытый тендер и выиграли этот тендер. Никто больше не заявился. По понятным причинам, потому что на рынке нестабильная ситуация с приемом бытовых отходов. А здесь, как вы видите, уже слежавшийся мусор. Очень сложно было определиться, куда его везти. Задержать сроки зачистки объекта могут только форс-мажорные обстоятельства. Все они прописаны в договоре. Дабы ускорить и облегчить работу сотрудников мусоровозящей компании, к процессу подключились инспекторы Госадантехнадзора. Мы подходили и связывались с руководством «Экотранса». Выписали им уведомления о том, чтобы они убрали в течение суток технику. И также контейнеры, которые вдоль забора стоят и мешают проезду техники организации «Арктика», которая непосредственно вывозит данную мусор. В ходе ликвидации свалки происходят возгорания. Они образуются из-за взрывов, скопившихся в недрах мусорной кучи газов. Тушение производится моментально. И здесь всюду растянуты пожарные рукава. Юлия Погатян, Владимир Андреянов, Ольга Садовская, Видное ТВ.